ПОДФМ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Возможно, в специальном выпуске программы. ПОДФМ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Она застонала, заслоняя глаза от солнечного света. Этот треклятый свет совершенно не хотел считаться с ее жутким похмельем. Китшкая осторожно села. Мозги резко бултыхнулись в черепной коробке. Стараясь не шевелить головой, ищущий протянула руку, вцепилась в горлышко бутылки, как в последнюю надежду. Вина, только чтобы губы обжечь. Китшкая скосила глаза на мужчину, лежавшего ничком на кровати, и скривилась. Уже от отвращения. Где она только такого отыскала? Впрочем, после трех бутылок, что красавчик, что рыжий кабан, вроде этого, все едино. С трудом, с передышками, застегнула штаны и ремни, они не удосужились даже до конца раздеться. На шнуровку ботинок ее уже не хватило, и, сунув их под мышку, Китшкая сутулись и жмурясь, выползла в серый рассвет. Через час, все еще босая, мокрая и злая, но уже послежевшая и протрезвевшая, она добралась до казармы. «Вот и наша пташка ночная!» Из-под лобья, стрельнув темным взглядом в малыша Мартина, она бросила ботинки на пол, прошлепала до стола и, ухватив его кружку, сделала хороший глоток. Малыш смотрел на нее, сонно помаргивая короткими белыми ресницами и лениво пожевывая табачную палочку. Но кто хорошо знал Мартина, понял бы, что сейчас он в бешенстве. Китшкая его знала. Она сделала еще один большой глоток и сказала хрипло. «Ну?» Малыш Мартин поднял брови. «Ну?» «И это все, что ты мне можешь сказать?» «Ну?» «Сегодня с позаранку ко мне прибежали с зеленого дракона и обсказали, как покутили вчера мои мальчики. Мои славные и дисциплинированные мальчики! Не желаешь узнать, что осталось в зеленом драконе целым, а?» «Не желаю», — подтвердила Китшкая. «Не желаешь!» «А я тебе скажу, стены там остались целыми. Одни стены и крыша часть». «Неужто и крыша осталась?» Поразилась Китшкая. «Не крыша, а самая малость!» И вот слушаю я все это и думаю, «Нет, не мальчики там мои резвились, совсем не мальчики!» «А знаешь, кто Китшкая, а? Знаешь?» Она благоразумно промолчала. «То почерк девичий. Женский, знаешь, почерк. Этакий причудливый. Разве в кому из мальчиков пришло в голову подвесить хозяйку к потолочной балке, чтобы все могли полюбоваться ее прелестями? Не спорю, там есть на что поглядеть, не спорю. А затаскивать Мерина господина аптекаря на крышу и перекрашивать его в зеленый цвет, и ты добро бы в зеленый, а то в какую-то болотную масть. Делать с Мерина дракона. Что ж ты ему крылья-то не приделала, а, Китшкая?» Она стояла на вытяжку, как то и полагается, когда учиняет тебе разнос начальства, но глядела не на господина капитана. В окно смотрела, где солнца не было уже и в помине. На город с моря шли тучи. Серые тучи, плотно набитые холодом, ветром, дождями. Малыш Мартин с минуту смотрел на ее бледный и горбоносый профиль. Все считали их любовниками, но если что, когда и было, то было и бельем поросло. Поднялся бесшумно, едва не достав головой балки, шагнул к Китшкае и ухватил пятерней за острый подбородок. Повернул к себе. «Что, Кая?» Спросил негромко. «Что с тобой творится?» Она смотрела на него. Ни глаза, предрассветный туман, серый, тоскливый, безнадежный, где заплутать и утонуть, расплюнуть. «Не знаю». Китшкае вновь перевела взгляд на море и небо. Помолчала. «Может, это все ветер. Северный ветер. Потерпи меня. Еще неделю потерпи. Ветер». Малыш Мартин засопил. «Может, и ветер. А ну, как он надолго. Что, если он еще с месяц не сменится? От города тогда что-нибудь останется? Китшкае дернула твердым плечом, скрипнула кожа ремней. «Может быть», — сказала сквозь зубы. «Самая малость». Малыш вздохнул шумно и ушел на свое место. Сказал оттуда. «Делом займись. Натаскай новобранцев». Не были они новобранцами. Китшкае оценивающий разглядывала троих парней, игравших в чику во дворе гарнизона. Играли они увлеченно, азартно, покрикивая и поругивая, столкаясь шутошно, но успевали поглядывать и на шагавших мимо солдат, и на ведомых на водопой коней, и на тренирующихся на плацу ветеранов. Все примерно одного возраста, то есть помладше Китшкаи, но старше юнцов, что обычно нанимаются в гарнизон города Ветров. Один чернявый, шустрый, пестрый безрукавки, расстегнутый на смуглые волосатые груди, с уймой гремящих браслетов на жилистых запястьях. У расшитого пояса скромаскас. Бархат запыленных штанов, кожаные вышитые сапоги. Южанин. Второй помассивнее, стриженный коротко в куртке и штанах из потертой кожи, широкоскулый и медлительный. Похоже, воевал за карат, только его ветераны умеют так вязать выгоревший зеленый платок банданов. Третий в серые полотняные туники, перехваченные кожаным шнуром, носил длинные русые плетеные в косу волосы. Он сидел спиной к Китшкаи, но именно он почувствовал ее взгляд, обернулся, обшаривая глазами двор казармы. Поняв, что обнаружено, Китшкаи вышла на свет и побрела к ним, чуть ли не заплетая ногами и рассеянно поглядывая по сторонам. Еще неизвестно, кто хуже. Новички? Бестолковые и задиристые? Или опытные, знающие себе цену бойцам? Остановилась рядом. Троица, глянув, продолжала играть. Ну, подошел себе солдат, но смотрит, значит, интересно ему. Скажет, что ответим. Не скажет, сами разговор заведем. Солдат, как солдат, и форма, как форма, и волосы стрижены под шлем, пусть и странно, словно клочками, но может так здесь принято? Руки на ремне, куртка распахнута, и видно, что у пояса ничего. Зато из поножи торчит рукоять ножа, хорошего, скажем, ножа мастера известного. Тут Бенна начал медленно подниматься, и Джер перехватил его взгляд, устремленный на вышивку на потертой куртке солдата. Перехватило горло, так вот как оно все оказывается. А шустрый Алькат был уже на ногах и говорил весело. Доброго утречка, мастер Скрад! Мастер выдержал паузу, оглядывая новобранцев. Обведенные темными кругами серые глаза были холодны и равнодушны. И вам того же, солдаты! Капитан определил вас ко мне под начало, представьтесь. Она слушала и разглядывала их, подавни своей привычке, подбирая подходящее для них животное. Коренастый кореглазый Бенна – медведь. Сухощавый ускалицый Джер с длинными жесткими волосами и пристальным взглядом – волк. Алькат Бен Али, можно просто Али, с круглыми блестящими черными глазами и острым профилем – ворон. Птица. Она не так уж и промахнулась. Алькат и вправду был родом с юга. Бенна и впрямь участвовал в боях за карат. А Джер оказался пограничником с черной чащей. Не знаю уж, чего вам наобещали, сказал мастер-скрад. Только служба в городе Ветров не сахар. Платят мало работы по самое не хочу. Воры, контрабандисты, пьяные разборки. Сейчас еще и убрать не сезон. Капитан, правда, золотой, но на шею себе сесть не даст. Скоро с тоски взводите. И с этим пророчеством на ветреных губах повернулся на каблуке тяжелого ботинка. Махнул рукой. Жить будете в казарме. На довольствие встали? Кормежка раз в день. Вечером живите в харчевне. Я живу… Снова взмах загорелой руки в сторону одинокой башни над самым обрывом. Там. Дежурство сегодня в восемь. Вопросы есть? Ваше имя, мастер-скрад? Спросил вежливый Беннон. Китшкая. Восемь у северных ворот. Мастер, не прощаясь, широко зашагал в своей башне. Новички переглянулись, взвалили на плечи мешки и потопали искать свободные места в казарме. Вот попали, так попали. Алькат в который раз уже воздел к небу звенящие браслетами смуглые руки. Дэнно веселился от души. Стыдно признаться в своем хазрате, что служил в городе Ветров под началом женщины. «Признаться?» — кричал Алькат. «Служил? Да я и мига здесь не останусь. Вот только капитана дождусь. Это ж за какие заслуги ее мастером сделали? Это ж какой дурак ее с крадом признал?» «А здесь в гарнизоне много женщин», — мечтательно и примирительно произнес Беннон. «И у нас в карате наемницы...» «Это у вас!» — фыркнул Алькат. «А вот у нас, на юге...» Джер глядел на запад. За облаками садилось солнце, окрашивая их в жиденький розовый цвет. «Нам повезло!» Алькат поперхнулся на полусловию, ставившись на него с возмущением. Бена тоже глянул недоуменно. «Вы же мечтали познакомиться со знаменитым ловцом оборотней?» «Так это оно, ловец!» Джер оттолкнулся задом от камня северных ворот и выпрямился навстречу Кичкае. В сгущавшемся сумраке ее невысокая фигура была неприметна и бесшумна, и точно призрак. Или грабитель. «Сними свои побрякушки, южанин», — сказала Кичкая. «А то все портовые шлюхи сбегутся, подумают, балаган приехал». Патрулирование оказалось несложным и даже скучным. Ничего не случалось. Но отогнали от выпившего моряка шоколад подростков. Ну, утихомирили не в меру разошедшихся посетителей корчмы. Ну, прошлись по пристани, распугивая вышедших на ночную охоту хищников-грабителей. После полуночи вернулись в корчму, погреться и перекусить. Тут-то к ним и подлетел трясущийся от страха и возбуждения тщедушный человечек. «Мастер Скрат! Мастер Скрат! Я видел! Я видел! Это она!» Кичкая лениво отправила в рот кусок пережаренного мяса. Спросила невнятно. «Она кто? Она что?» «Соседка моя Мэгги! Это она, клянусь! Я видел своими собственными глазами! Она превращается в черную кошку! Батшую, огромную черную кошку и сосет по ночам молоко у моих коров!» «Оборотень?» — с интересом спросил Алькат. Посетители обернулись, прислушиваясь. Заворчала хозяйка. «Житья нет от этих тварей!» А разошедшийся мужчина все ярче и ярче описывал, какие глазищи были у чудовища! Какие зубы! Да какой хвост!» Солдаты слушали, поглядывая на мастера. Кичкая ела. Доев все до крошки, кинула на стол монету и, неспешно натягивая перчатки, кивнула человечку. «Веди!» Спустя всего час они возвращались из предместья. Алькат то и дело забегал вперед, заглядывая в лицо Кичкайи. «Ну почему, почему ты решила, что она не оборотень? Он же клялся, что видел все собственными глазами, и не раз! Почему ты поверила ей, а не ему? Ну взяли бы, заперли в серебряной клетке, священника кликнули!» Бенна дернул его за рукав, не делу указывать мастеру. «Она не оборотень», — равнодушно сказала Кичкая. «Откуда ты знаешь?» — спросил и Джер. Кичкая глянула коротко. Свет фонаря выхватил из темноты его худое лицо, жесткую складку рта. «Ты же только вошла, посмотрела и сразу вышла!» «В сезон северного ветра я чую их», — сказала Кичкая. «Чую, как другие чуют перемену погоды». «Вот бы мне так, господи!» — с неожиданным жаром воскликнул Бенна. «Это можно научиться?» Кичкая бледно улыбнулась. «С этим нужно родиться». «Что, ловцом хочешь стать?» «Еще бы не хотеть!» «Но этот сосед ее», — спросил Джер. «Он-то что тогда? Или привиделось?» «Видать, зуб у него на бабу рассеянно», — сказала Кичкая. «Ничего, теперь десять раз перекрестится, если что опять покажется». «Еще бы!» Джер вспомнил, как она посмотрела, повернулась и вышла, оставив за спиной оцепеневшую от ужаса женщину. Как суматошно вцепился в куртку ловца сосед-наводчик, и как, легко вывернувшись, одним плавным, мягким движением Кичкая отбросила его к стене, скрутила на тощий шее воротник, превращая его в петлю-удавку, и прошипела в задыхающееся лицо. «Ты стервь! Если еще раз посмеешь обмануть ловца, я все-таки приду, но за тобой, подонок! За тобой!» «И когда же он появится?» «Думаю, к рассвету». Алькат даже зашипел. «Так какого же дьявола мы залегли здесь полуночи?» Кичкая даже не взглянула на него. Бенна шутливо толкнул приятеля в бок. «Служба у тебя такая!» «Вы двое спуститесь вон к тому гроту». «Может, он сегодня и не явится, хотя ночь...» Она посмотрела на небо. «Ночь подходящая». «Для оборотней она может и подходящая!» Ворчал Алькат, нащупывая спуск ногами. «А нам как бы шею не свернуть!» «Не наследите там на песке!» Сказала Кичкая. «Думаешь, он увидит следы в такой-то темноте?» Спросил оставшийся с ней Джер. «Не увидит, так учует». Она вновь посмотрела наверх. Ветер ненадолго оголил кусок неба, и в ее глазах отразились звезды. Они мерцали, и, казалось, Кичкая плакала. «Разбудишь через час. Следи за приливом». Она свернулась клубком, накрылась плащом, и через мгновение уже спала, дыша тихо и ровно, точно в своей постели, а не на камнях утеса, лишь кое-где покрытых тонким слоем мха. Джер сел поудобнее, стараясь не касаться даже края ее плаща. Прислонился затылком к камню, сквозь полузакрытые веки, глядя на подступающий к утесу прилив. Заснуть он не боялся, во всяком случае, не ночью. Кичкая проснулась сама. Звезд давно не было. Налетавший порывами ветер щедро раздавал мокрые пощечины. Опять зарядил дождь, не дождь. Так морость, мелкое недоразумение. Чертыхнувшись, мастер перегнулась через край утеса, так резко, что Джер чуть не ухватил ее за ремень. Повисев в таком рискованном положении с минуту и, видно, углядев, что ей надо, Кичкая вновь заползла обратно. Ветер усиливался. Скала, отдавшая накопленное дневное тепло, начала высасывать его из человеческих тел, и двое, кутаясь в плащи, невольно жались друг к другу. «Можешь вздремнуть», — сказал Кичкая. «Нет», — кратко отозвался Джер, и они умолкли, не столько опасаясь спугнуть оборотню, сколько не желая говорить друг с другом. Светало. Стихал дождь. Кичкая длинно зевнула, потянулась и поменяла положение. Ее обтянутые штанами крепкие ягодицы прижались к его паху. Почувствовав мгновенный отклик его тела, она оглянулась, выгнулась, как кошка, и провокационно потерлась, уже намеренно усмехаясь ему в лицо. Джер отвел взгляд, ненавидя в этот момент и ее, и себя. Вдруг Кичкая замерла и разом обмякла, растеклась, распласталась на камнях, точно камбала на морском дне, разве что окраску не сменила. Он перевернулся вслед за ней на живот, вглядываясь в оголившийся после отлива берег. Даже он увидел не сразу. Камень, огромный, черный, глянцевый, шевельнулся, выдвигаясь из обегавшей его волны. Зверь, тюлень, двигался неторопливо, грациозно и плавно, как и подобает морскому существу. Вот он замер, высоко подняв красивую гладкую голову. Замерли и люди, боясь, что при малейшем признаке опасности он уйдет в море. Началось превращение. Джер зачарованно смотрел, как гибкое тело словно скручивается в спираль, являя миру вместо атласной черной шкуры белую и гладкую кожу. Он даже не заметил, как исчезла Китшкая. Очнулся, лишь когда увидел метнувшиеся по берегу тени. Сеть! Сеть наброшена! Остатки прекрасного морского существа еще могли порвать ее и вырваться на свободу, но со второй, заговоренной, не справилось ни одно, ни слабое после превращения человеческое тело. Отступившие солдаты наблюдали, как Китшкая, наклонившись, рассматривает пленника. Ловец выпрямилась. В голосе не было триумфа, когда она сказала «Какой сюрприз!» «Господин аптекарь!» Алька отглазел на гайтан, выбившийся из-за борота ее куртки. Прочные серебряные звенья с паянными через равные промежутки черными камнями. Спросил с почтением. «Амулет от оборотней, да?» Рука ловца взметнулась прикрыть гайтан и опустилась. «Китшкая», сказала равнодушно. «А то оборотня, это уж точно», обвела взглядом стражников. «Камни Матвея Медвежьего, не слыхали?» Взгляд ее задержался на Джерри, ему показалось с каким-то даже вызовом. Он вслед за всеми мотнул головой. Неспешно заправляя гайтан в ворот, ловец скомандовала «Упакуйте-ка, господина аптекаря, как следует!» Продолжение и окончание рассказа Натальи Колосовой «Северный ветер» в следующем выпуске «Модели для сборки». «Модели для сборки» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.